Монах Что значит монах? Это человек, который выбрал для себя путь одиночества. Затвор и оружие тоже имеется. Только в другом смысле. Каждый христианин, воин Христа Бога нашего, своего крещения. Само возникновение Донского монастыря связано с фактом присутствия священников в войсках. Если мы коснемся истории возникновения Донского монастыря, то в 1991 году здесь стояло ополчение, то есть стояли войска. Шел на Москву крымский князь Казакирей. Чудесным образом, после долгих молитв перед Донской иконой Божьей Матери, Казакирей развернул свои войска и ушел от Москвы. Таким образом, было знамение очередного, одного из нескольких фактов избавления города Москвы от иностранных захватчиков. Есть несколько фактов, которые прямым образом свидетельствуют об истории возникновения, связанном именно с присутствием военного духовенства. Но в первую очередь, конечно, сам полотняный храм. Полотняный – это палаточный храм, который использовался еще в те времена, то есть это 1591 год. Первое такое, наверное, в моей памяти историческое упоминание о том, что в войсках присутствовали передвижные мобильные храмы в виде палаток. И, соответственно, если был храм со своими святынями, в частности Донской иконой Божьей Матери, то присутствовал и священник, то есть военный священник, который сопровождал войска. Но мы знаем примеры и присутствия священника в других походах наших князей, царей. Монах – он в глазах волшебства, людей, все-таки это молитва, смирение, затвор, ну, какой-то, я не знаю, такой. Затвор и оружие тоже имеется. Только в другом смысле. Я ваше внимание переключил вот на этот горельеф благословение Сергием Радоневским князя Дмитрия Донского на Куликову битву. И, наверное, мы все помним, что в качестве видимого и осязаемого приложения к этому благословению преподобный Сергий, защитник земли российской, дал два своих воина – Пересвета и Ослябию, которые были химонахами и которые не только сопровождали войска, но первыми выступили в бою. И, соответственно, выполнили свой и гражданский долг, и христианский. Поэтому здесь связь непосредственная. Более того, не только связана с монашеством, а с жизнью каждого христианина, потому что каждый христианин – воин Христа Бога нашего, самого своего крещения. То, что касается монашествующих, ну, это образ жизни, то есть человек… Что значит монах? Это человек, который выбрал для себя путь одиночества в этой жизни, путь, не связанный с семейным укладом. Все остальное, вся остальная жизнь, она имеет одну и ту же цель. Цель – наследовать Царство Небесное, используя те средства, те ресурсы, которые приемлемы для определенного социального вида служения. Кроме того, что человек является монахом по своему, так сказать, социальному статусу, он является священнослужителем. Наверное, не следует отождествлять жизнь людей, которые выбрали одиночество своим спутником и Бога, самое главное, целью своей земной жизни. С тем, с той формой, которая иногда, ну, как бы, является избитой в представлении или в обыденном сознании общества. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Я говорю, да, коллекция называется «Мечта фарисея». У фарисеев таких восклили, как и рис не было, как у нас. Поэтому все так пышно и нарядно. Смешные бантики, рюшики. Но это же все взято без, скажем, такой, ну, что-то из турецкой формы одежды, что-то из одежды там императоров, вельмож каких-то, у которых были большие светли, сопровождения. Тогда это было металлогично. А нам не совсем. Особенно в зимних российских условиях. Вот это не совсем та форма одежды, которая нужна. Но есть и русские рясы. Они были приталены. На подкладке с меховыми воротниками. А что символизирует вот ваш головной убор? Каска. Каска? Ну, это в вашем случае. Вы военные мужское освещение. На самом деле это так называемый куколь. Ну, у нас это клобук. Ну, вообще, по существу символизирует он детство. Головной убор, куколь. Это буквально детская шапочка, которую одевали деткам, чтобы они, если падали, не бились головой. Головной убор, куколь. В пещерах молились в уединении, называемых аскетами. Это те люди, которые занимались упражнениями. Аскезы – это упражнения, это не рук. Это те люди, которые на своей практике осуществляли новую христианскую жизнь. Применительно к тем обстоятельствам, которые они на тот момент находились. День насильника Донского монастыря начинается с братского молебна, который совершается у мощей седателя Тихона, патриарха Всероссийского, который здесь был советской властью заточен, скончался, здесь же погребен. Ну и, впоследствии, были эти мощи наобретены нетленными. В 6.40 утра, каждый день, за исключением дней праздничных, совершаются перед мощами братские молебны. Вот с этого начинается, в общем-то, день в обители и, соответственно, начало всех основных послушаний насильника монастыря. Донская икона Божьей Матери, копия той иконы, перед которой молился царь Федор Иоаннович и войска ополчения. Оригинал этой иконы находится в этой Третьяковской галереи. Сюда он доставляется в день памяти прославления Донской иконы Божьей Матери 1 сентября. Традиционно приезжает на богослужение, возславляет его Святейший Патриарх Московской Всероссии. Построен сразу же после факта освобождения Москвы от нашествия хана Казагирея и царь выделил землю и, соответственно, был заложен храм и построен. В частности этого события спустя несколько более столбов был построен большой собор, в котором мы сейчас с вами наберемся. Ну, здесь свойственны, конечно, росписи уже более позднего периода и поэтому вот иконы, фрески, они своеобразно соответствуют тому историческому периоду, той эпохе, когда, в общем-то, этот храм возойдется. Мы видим, если возьмем в Москве храмы того же периода, росписи, фрески очень схожи. есть такие обстоятельства, которые действительно нельзя отмотать, и никто их не собирается отматывать, наверное, просто есть различные отношения к самому себе, в том числе, и в процессе своей собственной жизни. Что-то для тебя сегодня кажется нормальным, завтра кажется ненормальным, после этого еще какие-то взгляды возникают, но ведь самое главное, что ты чувствуешь, что некоторые процессы в твоей душе запущены. И как к этому относиться? Ну, как к этому относиться? Это уже твой личный опыт, твой путь. У каждого должен быть свой путь, это однозначно, другого выбора нет. Мы не можем идти колоннами на богомолье, мы не можем идти колоннами к Богу. Каждый все равно, даже если мы церковь, она состоит из личностей, каждых конкретных, непосредственных, самостоятельных, которые выбирают свой собственный путь. Где-то эти пути соединяются в единую широкую дорогу, где-то каждый пробирается своей тропой, но самое главное, ведь, чтобы мы имели общую цель и к ней старались дойти. Поэтому здесь можно также задать вопрос, что человек, принимающий крещение в детстве, а если вдруг он там передумает, а если вдруг он там что-то. А монашескетаформное земного существования не связано с коллективным существованием, в смысле семейным, в смысле продолжения рода. Вот с чем это не связано. То есть монах определяет, что я буду жить так, как буду жить, служить Богу, буду служить людям, но мое служение не будет обременено в семейной жизни. Вот и все. Но более того, я вам скажу, у нас ведь в обществе много таких людей, которые живут именно монашеским, ведут монашеский образ жизни. Это и ученые, и художники, и музыканты, и очень много военнослужащих, в том числе, для которых семья, конечно, допустима, но иногда это просто просто роскошь. И очень часто дети вырастают, не видя своих отцов. Я родился в семье священника, и отец был обычным приходской священник на четверо детей. Соответственно, я знаю с младенчества, с рождения, другую форму священнического служения, семейного, приходского священника. Но мы отца практически не видели, потому что отца отправляли служить на приходы, там, туда до 300-километрова дома и добираться туда. Но в те времена не было таких скоростных магистралей и на перекладных обычно. Субтитры создавал DimaTorzok еще в 19 веке мы встречаем упоминание в истории военного духовенца Коткова о том, что вводилась форма зеленого цвета. Ну, зеленого не ярко-зеленого цвета, а форма именно как раз то, что мы называем хаки, наверное, такого, земляного цвета. Это было, имело практику еще в 19 веке. Когда институт военного духовенца, дореволюционный, был в самом расцвете, скажем так. Ну, это неудивительно, что только такого цвета, потому что это в основном были сухопутные войска. Ну, был, конечно, флот, но там черного пола недостаточно. Идея пришла именно таким образом. Не то, что идея, а необходимость. Она просто реализовалась в такой форме одежды. Смысл заключается в том, что все структуры и капелланы за границей, и, более того, наши православные священники польской православной церкви, то есть капелланы польской армии православного вероисповедания имеют свою форму одежды. У польских военных священников она более похожа на форму офицеров. Для российского сознания, для создания православных верующих русской православной церкви немножко не совсем будет приемлема форма, когда священник будет просто в костюме, в кителе. Поэтому сама идея интегрировать нашу традиционную форму одежды, соединив в форму одежды военнослужащих. То есть нужно было соединить и не потерять идентичность и того, и другого. Образовалась православная мануфактура, которая занимается разработкой различных направлений. Форма одежды военного духовенства, форма для крещенского купания, это особая разработка, наверное, на фотографиях вы тоже это видели, это белого цвета, она состоит из двух элементов, это брюки и это верхняя часть, которая удобна для погружения в воду, потому что у нас на крещении купается в плавках. Это не совсем правильно, точнее, даже совсем неправильно, потому что это священное действие, оно требует к себе такого же отношения. Эта одежда, которую можно рассмотреть, называется «Воин Христов». Опять-таки слова взяты все из чина крещения на руках, на манжетах рукавов, одежды и брюк, написаны слова из чина крещения. Она удобна с точки зрения практической, потому что если мы одеваем рубаху и погружаемся в прорубь, то она становится куполом, когда сухая, когда мы погружаемся, когда мы выходим из воды, соответственно, она препятствует нашему передвижению и очень-то не совсем эстетично смотрится на женщинах, потому что она облегает. Мы сейчас получается сделали много у нас на самом деле разработок мобильных храмов, чего только нет, если в интернете забить, то там на какой-то платформе есть чуть ли не с куполами храмы ездят, но они, конечно, достаточно материально затратны, если такое сооружать, и на платформе какого-то автомобиля и тому подобное, то вот эту всю историю удалось сделать практически за свой счет. Автомобиль «Газель» это штатная военная единица, она полноприводная широкой колесной базой, поэтому мы могли на ней пробираться и на высокогорье, а у нас полигоны, допустим, находились на высоте 2,5, более тысяч метров над уровнем моря, ну и соответственно в этих условиях на крупной технике тяжело перемещаться, на базе того же КамАЗа, а вот на такой легкой полноприводной очень удобно выезжать на позиции, даже на передовую, что называется, и там развернуться в тех условиях, когда солдаты уже устают в течение длительного времени. Ну вот тот сюжет, о котором я вам говорил, вот на стене, вот первое упоминание о том, что такой у нас полотняный храм, то есть это храм-палатка, который разворачивался в войсках, он был имамилен, и дальше такая практика использовалась. за 10 лет, к сожалению, наверное, вряд ли можем говорить о том, что военно-духовенство сформировалось именно как институт. На данный момент все-таки это институт приходских священников, которое окормляет, то есть присутствует под различные мероприятия в войсках, хотя многие из них занимают штатные должности помощников командиров либо начальников определенных воинских частей и учебных заведений. Дело в том, что у нас за этот период не сложилась система профессионально-должностной подготовки. священнослужители не выделились в отдельную подкатегорию с точки зрения профильного служения, то есть военных священников как таковых на данный момент практически не существует. Как я хотел бы отметить, что военное духовенство это такой синтетический элемент нашего общества, который в себя вбирает представителей традиционных религиозных объединений России. И вот здесь очень важным является как раз профессионально-должностная подготовка помощников командиров всех четырех определенных указом президента представителей религиозных объединений России. То есть это православных священников, мусульман, буддистов и иудеев. В армии проповедь или пропаганда своего религиозного превосходства она категорически запрещена и никаким образом не может быть использована. Мы не ставим своей задачей в войсках среди военнослужащих говорить о том, что какая-либо из религий является более спасительной или менее спасительной сравнительной или категорическом отношении или понимании этого слова. Но мы не можем в то же время отказать военнослужащим в принятии православного крещения или какое-то участие в православных богослужениях. Единственное, что делать это нужно с осторожностью, это нужно делать грамотно, выверенно, дабы не оскорбить чувства верующих других вероисповеданий и в том числе его сослуживцев, чтобы его скажем так желание стать членом какой-то другой религиозной организации не повлекло за собой последствий связанных с его присутствием в воинском коллективе. Наша задача в первую очередь не сказать о том, что кто-то спасается, кто-то не спасается. Наша задача совершенно в другом заключается. Мы должны сказать воинам о том, что мы живем здесь на земле временно, но от того, как мы здесь проживем, будет зависеть наша вечная жизнь. А от того, как мы здесь проживем, и будет зависеть наша даже земная жизнь, как мы в армии будем служить, какими мы станем за это время несеми нашей воинской службы. Мы станем настоящими Мы станем настоящими патриотами, мы приобретем себе друзей, которые будут готовы за нас и жизнь свою отдать, в том числе и среди представителей других религиозных объединений. Мы должны выполнять задачу по скреплению воинских коллективов в единое целое, которое будет объединено на платформе любви к своему отечеству, верности своей религии, верности идеалам своих отцов и соответственно на этой платформе будет строиться наше государство. Потому что эти ребята, они дальше будут занимать определенные должности в государстве и будут в различных формах осуществлять свою мужскую миссию в этом мире.